МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, это так. Ирина Александровна, начинайте снимать. Я уже говорю на камеру специально. Люди вас увидели? Увидели. Значит, снимаем две камеры. Причина простая. Чтобы фильм больше расходился, надо его снимать с разных точек. Так вот, значит, два слова. Раз хотите короткий фильм, уважаемые друзья, те, кто меня смотрит, будут короткие фильмы. Один из них перед вами. Итак, груша уссурийская дико. Ей не больше 10-12 лет. Это, в принципе, мощное дерево. Вот. Есть фотографии цветущей груши, есть фотографии всеувешенные плодами. Значит, Ирина Александровна, значит, она должна войти в ваш генофонд следующим образом. Здесь были собраны девять ведер груш. Сейчас я покажу, каких. Вот. И я вдруг подумал, раз вы приехали, остатки соберете вы. Это будет уже ваш личный генофонд. Груша особая. Обратите внимание на эти самые колючки. Вот они, видите, они острые-острые. Сколько они меня, это, лысины царапали. Ужас. Дело в том, что я деревья не обрезаю снизу. И вообще не обрезаю. Вот здесь, то, что вы видите, вот это вот. Это предыдущий хозяин. А груша моя. Я ему эту грушу, эту самую, продал. Две груши. Вот одна. Жалко, уже нет плодов. Познавательненько. А уссурийская груша как получилась? Погибла прививка. Сосед не обиделся. А эта груша вот такая вот. Теперь. Ее главное качество. Иван Санна. Смотрите сюда. Потом будете собирать. Вот, видите. Вот оказывается, что ее тут мало. Вон она, вон она, вон она, вон она, вон она. Вот. И так. Есть ее невозможно. Это чистый дикарь. Вот они колючки. Ее главное достоинство. Мы подолгу не будем, раз все обещал говорить. Главное достоинство. На ней, если я груши вдруг приходили ко мне со стороны, например, с Челябинска, с Москвы. Помните, этот самый гигант под Москвой, 500-граммовые, да? Огромные плоды. Вот, сразу, без нескольких попыток, без придуманной мной, так называемое, наслоение ментора, только груша, именно груша, дикарь, оказалась абсолютно совместима с культурными грушами. Так, как вам вкус? Неактив. Да, она вообще несъедобна. В общем, теперь, ее отличительное способ, ее эти самые, если вы видели грушу уссурийскую в собрании с исчезнением Мичурина, вот, фактически, фактически, нет, не черная, вот эти. Так, давайте, не споро, надгрызли, а теперь мы пытаемся что-то понять. Так, вот, 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 вот эту вот, видите, она максимально похожа на ту, которую держал в руках Мичурина. Вот они, так, отличительная особенность пупыришки, вот эти вот, ну и все остальное тоже. Груша упала сама, у нее, вот теперь вот это отгнивает, а она, сколько сможет, столько просуществует. Ну, уже, сейчас я вам покажу, еще немного, и можно будет брать семена. Семена у нее отборные. Это, знаете, поверьте человеку, который с семенами имеет дело 35 лет. Вот. Вот они какие. А у культурных груш уже немножко не то. Знаете, недавно ковырял, я, ковырял не я, надо вспомнить, а помощница. Значит, у нее на 8 грушах она нашла 6 семечек всего. Вот. Вот это вот и есть здоровье. И вот это здоровье передается моим культурным грушам. И мы сейчас первый раз заканчиваем, а на том участке мы будем искать последние груши. Возьмем нож и будете отрезать и пробовать. Так, первый сюжет закончен. Значит, это чудо должно быть в каждом саду в виде подвоя. Продолжение следует...